В результате Нагорно-Карабахского конфликта около 4500 человек были объявлены без вести пропавшими. Свыше 3000 из них зарегистрированы бакинским представительством Международного комитета Красного Креста, остальные – ереванским представительством и миссией Нагорного Карабаха. Об этом сообщила на встрече с журналистами руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства МККК Илаха Гусейнова. Она отметила, что 80% этих людей – военнослужащие. Комитет придает огромное значение сбора информации о пропавших без вести во время армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. С этой целью за прошлый год у близких 775 граждан, пропавших без вести, были взяты 2110 образцов слюны. Данные образцы были собраны с целью установления родства пропавших без вести лиц при возможной эксгумации, то есть извлечении трупа из места его захоронения, которые могут произвести в их отношении в будущем. Кроме того, 1370 членам семей без вести пропавших была оказана психологическая помощь, а также содействие проведения поминальных мероприятий. Во время сессии для представителей СМИ Илаха Гусейнова отметила, что журналисты должны подходить с особой ответственностью к распространению информации о лицах подобной категории. Дело в том, что МККК осуществляет свою деятельность в чувствительных областях. Мы работаем на территории прифронтовых сёл, а также посещаем задержанных лиц. Журналисты доводят свою информацию до широкой массы людей. И было бы очень хорошо, если бы они стали ещё больше разбираться в нашей деятельности. Эта встреча поможет представителям СМИ получить ответы на интересующие их вопросы, а также эти знания могут пригодиться им в будущей деятельности. На встрече с журналистами была также обсуждена работа МККК по ознакомлению с условиями содержания азербайджанских заложников, удерживаемых плену армянской стороной. В течение 2018 года представители МКК 88 раз посетили задержанных. Они побывали в 45 местах лишения свободы для ознакомления с условиями содержания, обращения с пленниками и с целью оказания поддержки в установлении связи с их семьями. Кроме того, за указанное время Комитет Красного Креста передал 269 писем задержанных лиц их родным. Шамистан Мамедов, Джавид Гадиров, CBC